Приветствую вас, дамы и господа, с вами Утренний Рирс, за окном Туманный Альбион, ну почти Туманный Альбион, эту погоду еще называют Грибаная Слякоть, мы начинаем прохождение Ассасин Крит Вальгала. Сегодня мы посмотрим на первый час игры и погрузимся в этот искусственно созданный мир. Надеюсь хоть небольшая частичка души в нем будет присутствовать, а не просто машинным образом он будет создан. Ну что ж, поехали, создаем новую игру. Давай выберем режим первооткрыватель, будет поинтересней все открывать и смотреть. Сложность сражений максимальную ставим, сложность скрытых действий давай тоже самую максимальную и поехали. Ассасины про викингов. Умолкните, дети богов, и слушайте песнь о начале времен. Была тьма, не было ни песка, ни моря, ни земли, ни неба, ни трав, ни ветров. Но в зияющей бездне лед встретил огонь. И из их вопля Имер восстал, первый из всех существ. Гордый Имер, жестоко убитый. Из чьих костей, крови и мозга, был сделан мир. Мир, где вы сражаетесь. Играю на ПК. Использую для этого геймпад от PlayStation 4. И какого хрена цены так сильно подскочили на игры? Вот ты где. Это наш главный герой, Эйвор. Он пока не определился с Полом. То мальчик, то девочка, еще пока непонятно. Пол мы скоро будем выбирать. И да, это продолжение Assassin's Creed Истоки. Тут как бы вот сейчас в данный момент разворачиваются события трилогии Assassin's Creed приквела к Ассасинам. Это Assassin's Creed Истоки, Одиссея и Вальгала. Могу дать небольшой совет, как лучше проходить эти игры. Сначала Одиссею, затем Истоки, а затем уже идет Вальгала по сюжету. Есть кому интересно. Эйвор, давай сыграю. Развеселю немного. Ну погнали, Эйвор. Знакомь нас. Вот и ты, маленький дрэнк. Все. Ты узнаешь, Кононга? Да, хорошо. Пойдем, Эйвор. А браслет у тебя? Да. Как мы с тобой решили? Я с ним заговорю, а ты тихонько подойдешь. И тут же вручишь подарок. Подашь его. Вот так. Взглянешь ему в глаза и скажешь, Конунгстюр, Бьерн. Насвяжут навеки наши кланы. Дружба и любовь. Сделаешь это? Славно. Сегодня ты соединишь нас в один народ. Я очень горшусь тобой, Эйвор. Вставай, Ола. Пора протрезветь. Мой меч жаждет крови. Я готов идти в бой. Славно видеть в своем доме столько добрых людей. Если что, тот совет про прохождение игр связан с основным сюжетом игры, а не с сюжетом, который приходит за пределами анимуса. Если хотите насладиться сюжетом за пределами анимуса, хотя он там такой себе, на самом-то деле, то нужно проходить в том порядке, в котором игры выходили. Поехали, потанцуем немножко. Ну давай, Отрейд. Попляши немножко. О, ты ничего не пьешь? Идем, найдем что-нибудь. Не могу. У меня дар для твоего отца. О, ну и ну. Наверное, стоит как два дракара. Дай сюда, я передам. Отец просил меня, Сигур. Ну как хочешь. Сейд Валки в моем молоте. Ха-ха-ха-ха. Во что он сейчас играть будет? В камень? Или что это? Шишка? Каучуковый мячик. Элой. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ну, браслет у тебя? Слава. Во время битвы на Северном пути его носил твой дед. Мама? Да. Покажем Сигурду, что мы вчера сложили из камней. Хорошая мысль. Сделаем это утром на рассвете. Эээээ. В этой части немножко переделали боевку Она теперь играется поинтереснее В каждую руку можно взять по оружию Есть даже супер секретный билд С двумя щитами Что выглядит весьма тупо Но говорят что эффективно Ну и еще помимо всего прочего Они переделали систему лута И теперь лут не будет сыпаться как в Одиссее С каждого бомжа С каждой щели А лут здесь максимально уникальный Его будет меньше но он будет уникальный И повторяться будет Либо реже либо вообще не будет повторяться Это касается оружия и брони Но чтобы разнообразить Систему оружия и брони Сюда ввели систему рун Ну это почти что как гравировки из Одиссее Только более углубленные Погнали Эйвер, стой Сколь! Застюр Бьорна Истинного конунга Рюгья Фюльке Сегодня Мы родились заново Сколь! Эйвер, идем Команг Да свяжет навеки наши кланы Дружба и любовь Спасибо, Эйвер Отныне и навек Я связан с тобой Внемлите залы королей Помчится песнь Конем морей Поетов мед я в чашу лью Поет примерно как я Я честь тебе пою Валькирий яростен полет Валькирий яростен полет Пока тут батя поет Бухой Давайте немножко расскажу вам Про сюжет В ассоцингрейтой стоке Зародился орден Мизрим Братство Так называемое И это по сути И есть ассасины Их начальная стадия Их ушел Кто бить не пал Которую на нас напали Кварь бьет век К оружию, люди Хорошо, расставите Нет и Эйвер И еще не время Да, Трей Пока еще рано И все дозволено Идиот, Эйвер Идиот, Эйвер Скучи Нет Нет Ищи Большеват размерчик. Сигурд! Сури! Клёпи! Довольно крови! О, может быть! Стрелять! Сигурд! Бери лошадь! Ладно, жди здесь. Теперь пришла твоя очередь слушать титры. Прими судьбу и умри как трус перед своими людьми. И я пощажу остальных. Нет, любимый, не слушай! Немного флуда, а на каком сезоне вы бросили смотреть сериал «Викинги»? Ты пощадишь их? Даю слово. Нет. Нет, Варин. Нет, Варин! Возьми свой топор! Классический мудак. Ша! Ша! Что – стужndeadia! Внушем свое минуту. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ух ты! Ёдви прикончим тебя! ты никогда не уйдешь не знаю пройду ли я до конца эту игру на видео Сюнин зовут Ворона я ни одну часть еще на видео до конца не прошел но за кадром я пошел практически все хотя нет обманул за кадром я прошел только до третьей части ассасинов не прошел Black Flag хотя это самая охренительная часть была из всех ассасинов которые играл потому что этот кораблики перецкие были все дела не прошел урок не прошел unity unity наверное самая красивая из частей вот так в ощущениях что до качества графики в ассасине очень сильно упала со времен unity unity была просто шикарная она и сейчас играться будет мне кажется бомбически на то время это была передовая игра жаль что они сменили курс не перестали развивать такой более реалистичный что ли ассасин не играл в синдикат в принципе потому что в свое время когда он вышел мой комп жутко тормозил эту игру за кадром я прошел оригин почти прошел одиссею и вот сейчас начинаем играть в эльхалу боевочка здесь ну почти такая же как в одиссеи его оригин такая dark souls like он стамину ввели будет интересно играться хорошо идем у нас есть ворон который делается то же самое что и дрона watch docs что и дрона в том клэнси какой там частью есть то же самое что и орды в предыдущих а соседах двух частях погнали обрываться кому-нибудь дадим люлей зрение один что ты видишь вот на это да а теперь вот так это лутается просто ломать надо потом поднять а ухты шьешкин код и не все еще ломается ничего прикалываетесь раньше мне лутаться больше нравилось забегаешь просто тут этот этот он про нажимался полуталась все заплесневилась ссыл и сыр с детства люблю паркур есть так немножко непривычно есть что-нибудь нету во я вижу вижу мутецкий восстановил здоровье едой ну слушай она по симпатичной определенно стала мне очень нравится проделанная работа над не то что даже анимация лица анимация там такая себе посредственная на мой взгляд а нравится детализация лица допустим в оригине это вены на башке байка они прям реалистично так выглядели в одиссеи это вены в принципе на теле человека это мы по моему первая игра где вены стали прорисовывать они прям так натурально выглядят что ли их нельзя запас собой взять ешьте порцию еды максимум провизии прикольно перешли будут собирать собой ладно ворона пойдем я уже забыл какой зовут нам нужно . синхронизации давай по карте посмотрим что тут вообще есть вот очки ну паркур пока тот же небольшие баги вижу с персонажем у него части тела проваливаются по текстуре это прям вообще напрягает не туда лезу мне вот туда надо увижу лутовую лутнемся рюг яфюльки отличное кстати упражнение для дикции читать скандинавские названия ох не знаю не знаю основная моя претензия к ассасинам последних времен да и вообще к играм юбисофт это бездушность проектов абсолютно не чувствуется души в открытом мире открытый мир максимально посредственно сделанный но тем не менее тем не менее в некоторых играх не скажу что во всех хотят ладно будем честны во всех играх от юбисофт бывает что и интересно даже в нем поколупаться допустим в одиссеи чем меня завлекло это морскими сражениями морских сражениях можно было неплохо так зарабатывать ну это там видишь тут грёбаная прогрессия твоего персонажа где тебе нужно и кораблика и персонажи тебе нужно крафтить собирать ресурсы и крафтить улучшения на твой кораблик вот что меня поглотила так на часов на 30 наверное это апгрейд кораблика у него еще меняется внешний его вид характеристики и он становится таким шикарным офигенным кораблем а в ориджене менялся внешний вид на рукавников колчанов нагрудников и так далее и тому подобное в зависимости от уровня прокачки собственно этих предметов экипировки что тоже заставляла погриндить но это было прикольно интересно было как же выглядит следующий наручник или колчан что же такого будет интересно поехали синхронизируемся здесь нас будут завлекать системой рун поиском артефактов и так далее и тому подобное сожалению здесь отказались из морских сражений знаете почему потому что сложно пихнуть во вселенную викинг в тематику викингов морские сражения потому что викинги на морях не сражались и у викингов даже лошадей то не было потому что они садились на свой мобильный дракар который очень быстрый и его главная фишка была в том что он мог менять положение свое то есть он мог плыть в одну сторону потом резко то менялся парус либо что-то там с ним делали и он плывет уже совершенно в другую сторону без разворотов то есть он был двухсторонний в этом было главное преимущество этого дракара что он быстрый мобильный быстро доставлял ваше тело до набегов коней не было потому что невозможно перевозить коней на этих дракарах они были достаточно небольшого размера те дракары только для войска и собственно отсутствие кавалерии и погубило отчасти викингов давай посмотрим что тут у нас есть если нас новое отображение смотри белое что это информация никакой нет давай посмотрим на мини карте легенда нам нужно почитать легенду говорят что x карта самая блин да что такое это мышка да это походу мышка включила нет это не мышка что-то с джойстиком джойстиком хер пойми прочь карта дергается говорят что это самая большая карта за всю историю азартин крита здесь небольшая часть норвегии и вся англия с тремя государствами которые были на то время так легенда карты давай смотреть эйвор карта союзов гавань снаряжение алтарь легендарный зверь мухомор точка обзора способность флютинг забытый дрэнг священные камни набег запасы сокровища британии дочь лириона фрагмент саги о риге карта сокровищ аномалия анимуса слиток каир мировое событие и тут еще много всего итак значит цветом эйвора отображаются наши основные задания желтым отображаются всякие сокровища голубым какие-то еще активности и белым шикарно коллекто болсы всякие вот эти вот значки и прочую хрень будем периодически собирать посмотрим к чему это приведет конечно же ну давай вот отметим вот этот вот это вот сокровище немыслимо и тут главное и проблема и развлечения в таких играх с миром это гребаные знаки вопросу да блин куда что прыгнуто уже выживую и гасибе делимся допустим если в оригин я защищал почти все потому что там ресурсы и прочая хрень в одиссея перестал этим заниматься потому что там слишком много активности было этого не хватит и всего времени в мире чтобы все собрать мне не так много времени чтобы все собирать поэтому я собирал нужные ресурсы для апгрейда все крутилась вокруг древних табличек за эти древние таблички обрядил кораблика а лут легендарный падал крайне редко в основном падала фиолка белая синяя хрень поэтому и развлекался на море олень ну ка стой зрение ворона сюнин сюнин его зовут кожа с ним падает пойдем сюда здесь будет всякое легендарное оружие смотрел один обзорчик говорят что здесь даже будет экскалибр либо надеяться что он будет что тут рядом есть даже деревень не пособирать ну ка если его топориком побью укажи что там впереди смотри я подошел ближе и отображается желтый значок пойдем соберем подожди то что такое у нас тут факел медитация призвать дракар использовать рок а конь где мой одна из фишек здесь это набеги мы прыгаем свой дракар и плывем какому-нибудь поселению и разорим воды в воде здесь холодно становится так же как в ассасингрид рок прохладно мне кажется ему будет это же викинг закаленный в боях там тюлень по моему судя по звуку или то олень предательски так кричал но золотишко смотри вижу какой-то здесь не точно не рады зрение один вижу врага давай подсветить а он не подсвечивает врагов кодай-ка держи ходит раз тренд подобрать это я его подберу ясно ну пойдем быстренько полутаемся вот сюда можно пробиться как можно ухты ухты сокровище железная руда и кожи в дракаре ничего не лежит так осмотримся ворона расправь крылья сундуки пока не отображается никакие костер вижу как dark souls ну красиво пока что выглядит все водичка мне нравится здесь что такое что за проблема какого характера раз нас ведутся значит нужно считаете логично же логично да не зря пришел вон наверху сокровище сюда не залезу тут что-то красным стрельнет надо ухты типа маяк и что тут кусок угля с детства люблю куски угля да много здесь придется полутать должен же быть отсюда быстрый спуск что-то бринчит же я же чувствую где это не могу станут ладно неважно смотрим на карте так у нас здесь полутана или не совсем еще что-то вижу здесь вроде больше ничего нет но почему-то желтым по-прежнему отображается кого там увидят синим опять он появился классно попал нам нужен какой-нибудь коми же у есть ускорение кровишек записки для преступников ничего не крадите у кьёдви и волки вас не тронуть люди из земли клана ворона будут нашими по-моему под текстурой провалился немножко все идем уже мне нужна твоя помощь выделим на всякий случай олень да по поводу цен я еще начал тему поднимать в начале ролика смотрите такая тема первый ассасин ну ориджин у меня максимальное издание то есть со всеми dlc-шками сезон пассами предзаказами там и прочим я покупал по моему за 3000 рублей второй ассасин одиссея тоже максимальное издание ультимейт там или как он называется со всеми делами со всеми возможными сезон пассами там расширениями улучшениями и прочим покупал я его за две с половиной но там была акция так оно стоило по моему 4000 рублей или 3500 эта часть максимальное издание тоже там есть хоть и скидка семипроцентная но покупается сука оно за 4500 рублей извините конечно но столько денег у меня а нет ради посредственной игры на какой-нибудь киберпанк еще можно было бы потратить такую сумму но не на ассасина да старый пёс ты жив да ускользнул в суматохе свалки а с тобой что кьетви пожалеет что хотел продать меня в рабство не сегодня я видел как он взошел на драккар в а вальцнессе отплыл на восток она составила наверняка еще можно всех спасти я найду их а ты готовь корабль хочется славы думаешь спасешь всех в одиночку и о твоем подвиге сложат песню тогда я пойду на берег убью врагов захвачу наш драккар и подниму парус что скажешь нет нет я сам туда пойду это куда опаснее а ты поищи наших в доме вот возьми мертвец он ни к чему иди встретимся у корабля издание игры у меня самое обычное стандартное стоило оно 2500 рублей season pass я буду покупать уже на какой нибудь распродаже легкий щит щит клана воронов открыть меню снаряжения предмет поехали посмотрим оружие для оружия есть три главных ячейки каждое оружие уникальное и предполагает свой стиль боя значок задание отображает всякий раз когда вы добавили новое оружие но это не задание значок там вопроса ведущая рука оружие ведущей реки определяет главный стиль боя и будет основным источником ударов и урона щиты также можно использовать ведущей рукой это усилит защиту вторая рука оружие или щит во второй руке определяют второстепенный стиль боя двуручное оружие двуручное оружие занимает обе ячейки луки вдобавок к оружию ближнего боя вы всегда можете использовать лук для дальнего боя в игре есть три типа луков требующие определенные стрелы более подробную информацию вы можете увидеть на странице статистика в меню снаряжения туда я вряд ли когда-то полезу окей мы это сделали давай выбираем щит щит клана ворона урон от слабых ударов возрастает при блокировании а это что урон от мощных ударов возрастает после каждого получения слабого удара до шести топор берсерка видимо да так же можно тут использовать всякие плащи да смотри что у нас есть есть у нас шлем перчатки ботинки грудак и плащ можно прокачивать карт карчан нужно прокачивать колчан провизию и пока что все сумки собственно все предметы которые подбирал лежат также есть лог заданий журнал заданий да 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 спасибо и кодекс база данных и обучения когда-нибудь потом туда полезем ну есть еще навыки но их посмотрим уже как-нибудь другой раз о что-то можно утонуть оружие во второй игре можно использовать независимо от оружия ведущей игре использование дополнительного оружия бить им нельзя да можно просто его вот взять в блок теперь надо блок удерживать мне вот не нравилось в одиссеи нет не в одиссеи в ориджине что блок ты нажал один раз и он сука все время в блоке и блочить удары у меня там не получалось а в одиссеи с этим было попроще блочились на отлично и контратаковались тоже довольно часто хотя играл я все время на максимальной сложности что там и что там дело чести найдите и спасите свою команду окей мы этим конечно же займемся все ну сначала посмотрим что тут есть а мне как раз сюда и надо ок сколько тут лук то ох лут мой лут кожа 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 везде золотого ничего нет ну идем а вальд длинный дом снац здесь мои люди должны быть там вот сюда зайдем сначала туки туки видимо заперто с той стороны кусок угля не тот лут который мне хотелось бы сейчас видеть пробаемся один прими эту хук это жирный то сука по луту что тут у нас веревка это тоже не тот лут который мне хотелось бы видеть дело чести вот этот дом мне нужно пройти в крыше посмотрим что в крыше где-то должна быть брешь угля больше нигде не видно полезли на дом красиво очень да красиво очень выглядит любит эти постройки будешь дергаться и попаду по шее будет неприятно а я рад напоследок устроить тебе неприятности есть ли что-нибудь по луту у них два всего лишь емае врываемся а жалкий трус развяжи меня и дай топор я ничего тебе не должен весь твой клан треллы да пахари еще бы знать кто такие треллы а и ты положи свой топор или умри ты же должен плыть в Ирландию на корабле с рабами но если хочешь стать первой жертвой Один будет только рад тебя принять ты сам виноват Эрги захватцы так нас учат в боевке наконец-то и я пощажу тебя замолчи и дерись комбарики какие-то надо сделать очень медлительный чувак ну вражина так красные удары игры нас учат что не заблокировать выносливость 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 расходуется при увороте или пропуске удара если запас выносливости и сяк вы не можете уворачиваться или блокировать удары пока не восстановите полностью выносливость восстанавливается со временем или при нанесении слабых ударов противника ясно спасибо ну просто его в углу запинываем классик попал нет не попал ох ты блять волноват давай чё за хрень ха 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 ох что тут максимальный уровень сложности там вроде можно было какое-то особое добивание использовать попробуем щас стрелы кончились 5 стрел нету 5 стрел нету тут все на тебя смотрим да нужно в голову попасть не получилось выносливость окей давай научи нас бам контратаковать можно интересно все добил молоточками отец топор батя не стоило тебе выпускать этот топор из рук если я сдамся ты пощадишь их нет возьми свой топор не тварин нет тварин нет ассасин только не м не а и варь и ты одурманин развяжена Что? О, да, сейчас Отлично, плач клана Ворона, топор Варина Пойдем в предметы, наденем сначала плач Бам У нас оперемодный плач Туника новая, доспехи клана Ворона Отлично Перчатки клана Ворона И башмачки клана Ворона Со штанами вместе Топор в основную руку возьмем Конечно, батя, почтим твою память Все дела И второй топор К черту К черту, ребята Эти щиты Щиты для нубов Я аж охрипка на это сказал Сам не верю Ну, будем надеяться, что Да, можно блокировать А, еще и бить им нужно Зажать надо Но стамины тратится, когда ты используешь Второе оружие Прикольно Давайте, пацаны, на улицу Хоть ты и слегка потерял голову Слушайте Вы можете сражаться Так давайте вернем корабль Нас не нужно просить дважды Где что-то отображается Я слышу, что-то бринкает Но где это? Эй, подойди-ка сюда Да Сбей эту тварь с торгу Попьем уже эту, суллочек Да, черт Как же больно он отхватывает люлей Нужно прокачивать ему защиту В первом времени Вроде всех пропрыгал Пауэр Пауэр башка отлетела прикинь давненько расчерненки не было в ассасинах пойду ка я лутать морожку всякую о захилился отлично здесь честь да конечно нужно много полутать чтобы хоть немножко прохилиться бежишь как корова и в руках ордена серебришка чуть-чуть он вижу враги честь все нет есть еще нас не нужно просить до драка рада браться на ну пойдем еще вижу сокровище какое-то давай полутаемся так говорят что могу что-то улучшить штаны клана ворона но давай попробуем грудак улучшить не хватает кожи внешний вид поменялся хрен знает я не помню как он предыдущий то выглянул ладно идем до драка дарова цены так же то уныне тает штухилки нужно так собирать ну и так Вышел бы из боя, дозахилился, в чем проблема-то, епте. Вот так собирательство хватает. Стремно хотел ему напоследок стрелок садить, но пришлось отрубить голову, тоже неплохо. Ладно, погнали в Дракар. Вот он наш Дракарчик. Что он умеет делать? А, это автоплытие. Прикольно. Не, я хочу сам поплавать. Вы молчишь, Ань. Вы, Народ, и тебе нечего сказать? Мы не понесли потерь в бою, а наши враги заплатили жизнью за дерзость. Что еще говорить? Ну, например, я был глуп, безрассуден, упрям и слеп, а еще я пахну кровью и дерьмо. Я сказал лучше, чем ты. Поднять, Парус! Вы, Народ! Там вроде как и Дракар прокачивается еще, да? Смотри, кто-то решил разбить лагерь на то мост. Люди кьетвы вгрызаются в любые клочки земли, как псы в кость. Хоть ты и одной ногой в могиле, мы легко справимся. Давай в набег пойдем. По сути, это абордаж корабля из Одиссея. Только на суше. И кораблей здесь нет, кроме Дракара. Икин-Эн-Ой. Слышал про совет от разработчиков перед набегом? Не входить в режим набега, а пройти по стелсу, поубивать. Лишних врагов. А затем уже идти в набег. Тогда набеги будут проще проходить. С правой стороны! Кто стреляет? Погнали, пацаны, че стоим? Какой корабль, а лутаться? Какой-то ты, блядь, дилетант в набегах. Самая фишка набегов, самое главное, это забрать лут. А не убить, как можно больше людей. Ты убил человека, больше ты его ограбить не сможешь, потому что он мертв. Нужно же доить. А чтобы грамотно доить, нужно оставлять корову. Укус кости, получено сокровище. Отлично. Погнали смотреть. Прости, батин топор. Берем укус кости. Сила оглушения возрастает после мощного удара. До десяти раз. Это двуручный, да, топор? Да, это двуручный топор. Дай попробуем с двуручка побегать. Посмотрим, к чему приведет наша авантюрка небольшая. И где там лучник? Три вида атака, получается, есть оружие. А, ну он расходует стамину. Да, он все время расходует стамину. Долго не помашь с топором. Тут уже наверняка что-то еще есть. Угу. Ну здесь наверху что-то есть. Морская разведка. Кьетви, дракары, харальда приходят и уходят. Не причиняя ням никаких неприятностей. Как ты и говорил. У клана ворона кораблей мало. Особой опасности они не представляют. Мы с легкостью захватим этот край. Хаук. Ух, куй, блядь, о. Край захватить решил. Где же тут? Жертва для лука стоит. Ух ты. Разбить обсидиан и использовать осколки для улучшения ресурсов. Для получения ресурсов. Улучшение. Так, разбил, теперь собираю. Железная руда. Ну, мне кажется, что обсидиан и железная руда это немножко разные, не? Ладно, ребят, думаю, на набеге можно закончить вступительную серию. Ну, пока заинтриговали. Мне интересно будет поколупаться в этой игре. Пишите в комментариях свое мнение. А с вами был Рирс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Не забывайте рассказать про это видео своим друзьям. И всем счастливо. Всем до новых встреч. И рассмотрите возможность стать спонсором этого канала. Получите значки, смайлики, доступ к секретному Дискорду. Ну и в обычном Дискорде. Правда, это Дискорд наших серверов по игре Ark Survival World. Но да ладно, получите там уникальный статус. Все, всем счастливо. Всем до новых встреч. Ты необычный человек. Сирота и верный брат. Воин и скальд. Кажется, ты многолик. Эйбор! Сигурд. Я скучал по тебе, брат. Рандви. Твой муж вернулся. Привез дары. И богатство для всех. И новых друзей. Мы не можем остаться здесь. Не разжигая войны. Но можем пойти дальше. Нас ждут новые владения. До самой Вальгалы. Я буду рядом с тобой, Сигурд. Всегда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова